Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот небольшой материал такой. Это мои размышления были в книге к истинному православию. Размышления по поводу определения Собора РПЦЗ от 13 до 6 октября 2000 года. Обращение к сербскому патриарху Павлу необходимо немедленно отвернуть, ибо оно греховно и погибельно во всех отношениях, согласно евангельских заповедей и канонов, соборов, вселенских и поместных, и здравого смысла и логики всей мировой истории. То, что Московская Патриархия создала новую религию, не христианство, не православие, в основу чего положен внешний обрядовый антураж, миликрия живоцерковных предателей, камуфляж, православие, это не видят только уже вовсе безразличные, без страха Божия живущие. Создана совершенно чуждая апостольская церковь мирская, опоганенная миром, неотделимая от мира, с привычками и ухватками безбожного мира организации. И получается, что архиереи униженно просят еретистовщих, походатайствовать, принять в нас проходной двур вероступников. Невозможно поверить, что это обращение не есть поделка. Такое темное, тяжелое, повращенное, но не в посте и молитве. Всем бы архиереям последовать согрешившему своей подписью под этим обращением епископу Вениамину Черноморскому, отозвать свою подпись и вынести положенную эпитемию, десять тысяч раз написать на бумаге, потом сжечь слова, отрекаясь от обращения к патриарху Павлу, отрекаясь от «деся тысяч одеснуй тебя, тебе не приблизиться». То есть они написали, что-то не заладили соотношения, что патриархия в то время как-то к ним более снисходительная была. Это была невероятная вещь. То есть в 2000 году это уже предательство было. И это я им написал туда. О новом курсе, или заботились на соборе о концепции, обвиняя иерархов МП, идущих, бредущих на поводу прихоти, темной неевангелизированной массы церковной полноты, когда канонизируют домнушек, матрёнышек, родионовых, этих юродивых, лавиной, признают за святость десятки тысяч мироточивых, незазначивых икон, обретение в кавычках мощей, благословляет местночтимый глаз народа, но сами впали в то же, идя на попов на поводу живущих ностальгии по несуществующей России, в которой уже раз убеждаешься, что живущие за рубежи больны России, и видишь, что они не знают современно России, народ, её веру, народа московской патриархии, живут в каком-то выдуманном виртуальном мире. Когда я был там, спросили меня, я говорю, вы ничем не отличаетесь от патриархии. Ничем. Всем подписавшимся под любым документом, содержащим хотя бы намёк на соединение с московской патриархией сегодняшней, то есть за полное растворение в ней, уничтожение ею, дать им назначить эпитемию такую. Первое. Перечитать весь Новый Завет три раза и семь раз отдельно деяния апостолов, и чтобы в письменном виде все подписанты дали анализ прочитанного в сравнении с тем, что из считанного сходится... А что из считанного сходится? ...с осуществующим на практике в МП и в РПЦЗ. Не один ли к одному будет? Второе. Перечитать книгу правил, выделить правила, нарушаемые в РПЦЗ и в МП, не по диагонали, по-журналистски читаем, а сравнивая с жизнью, створимым в каждом храме, и особенно в своём. Мы ничем не отличаемся уже друг от друга. В МП и РПЦЗ. Также без длительной подготовки крестят, также любого отбивают, причащают, венчают. Нет общины, а есть лишь приходы. Также проторговля в храмах и в церковной ограде. Также не выполняют соглашенные за дети. Также посторонние числятся церковными. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. По жизни, по ревности к Перскому и Московской Патриархии Русская Православная Церковь за рубежом, неотличимы на сегодня. А всегда. Тут уж не надо лукавить. И соединению с МП ничто тогда не препятствовало. И ничто не предвращало бурю. Предвещало бурю. И бури нет. Просто собор РПЦЗ всё расставил на свои места. Но многие вздрогнули, услышав о соединении под одним патриархом, под одной крышей. Разница лишь та, что там поднимают Святейшего. Опоминают. Опоминают Святейшего, а в РПЦЗ – Блаженнейшего, Высокопреосвященнейшего. Сами-то названия все не евангельские, просто привыкли к своей надменности. Это я тогда писал, когда ещё никакого объединения не было. Значит, и нет никакого нового курса РПЦЗ. Боясь вовсе остаться без пасты зарубежья, они и приняли решение, потворствующее, облажающее, основную, давно советизированную, обмерщенную толпу своих прихожан, номинальных христиан, за основу. Ориентир взят на них, отсюда и обращение к патриарху, сербскому Павлу, походатайствовать перед ГБшными иерочекистами, чтобы их признали за своих. Вроде до сего были не такие и не свои. Архиепископ Лос-Анджелеский Антоний Сенкевич считался самым непримиримым, одним из лучших знатоков в истории, много лет прослуживший в Иерусалиме. При мне, когда мы более двух недель жили с ним в одном доме у Орлова Никиты Фектистовича, он резко отразивался об экономии архиепископа Антония Женевского, об упокойничке уже. Но сам причащал бабульку без платка, с деркой накрашенными губами, вдову матушку при том. Когда я спросил, почему же и в брюках женщины, и мужчины бритые, и без рукавка в храме, и к причастию, он самострогость сказал? Он, самострогость! Сказал, как бы не оттолкнуть человека. Понятно. Мы ходили, гуляли каждое утро с ним, как бы не оттолкнуть человека. Вот если на ложечке лжится, останется краска помада, тогда ей покажу и скажу мягко, хорошо ли, что после вас будут шлизывать помаду. Понятно? То есть он самострогость был. Теперь у Орлова жили, а он теперь митрополит Антоний. Настоящий патриот русский. Чего уж больше. Это было в июле 1992 года. За 9 лет еще более истасковались Россией, а значит и по православию дореволюционному, а значит и московской патриархии, как предстал наследник князь Владимир Кириллович. Русские, живущие за границей, знают Россию по книжкам, по Ивану Шмелеву, а не по архиполагу ГУЛАГ. Великодержанный дух сотрясает московскую патриархию, и он же до забвения цели жизни во Христе переполняют наших за рубежом. Они мыслят, Россия должна быть великой и святой. Ее должны уважать все народы и бояться. Без президента или в будущем царя. Это недостижимо. И вот, молодой президент из силовых структур России, вероятно, он и восстановит былое величие любимой родины, но без церкви этого не достичь. Какой церкви? С кем президент? Конечно же, с патриархом. Успеть войти в число званых избранных. Есть одно окно через патриарха сербского Павла. Русские приходы РПЦЗ и всех страшащихся соединений СМП не в счет. То есть еще никакого объединения не было. Я об этом писал, как это будет проходить. Еще тут непонятно. Тут вся программа была открытая. Смысла в разделении сегодня и нет. Если в ревности по спасению своей души проповедание чистой Евангелия, соблюдение канонов давно уже нет, и все там и здесь один к одному. Заходи с улицу любой, и ты во веки свой. Ни тебе обрезание, ни десятины, ни членство. Какое ходатайство? Перед кем? Это разве только для священнослужителей с синодом. А для простых людей? Какая разница, кто, как говорил Семен Еродивый, заскочил в баню к женщинам, там и здесь горячая и холодная вода одинаково. Соблюдается там и здесь ревностно только канун об оскорблении чести князя-епископа. Обращение к Павлу нужно, очевидно, для вхождения в промассоненный пировой союз, лжи и льгот, и материальной помощи, субсидий. И это обращение к патриарху Павлу не спонтанно, но уже давно созревшее в пастве обмерщенной. Оправдание братанию сербской иерархии, подчиненной к экуминисту Павлу тем, что русскую эмиграцию после революции приняли там. Связь времен, благодарность, дело чести. Это объяснение годится для безбожников, ложно трактующих понятие чести, без учета бессмертной души. А нужно было бы взять за образец жития епископа Вавилы, святого Амбруа Семиделандского, святого Иоанна Златоустого, не впустивших в храм согрешивших императоров и их жен. Египтяне приютились после отглодной смерти Израиля. И что же, велика льгота им? Не выходить при возгласе оглашенной изъедите? Но не только. Не внушайся египтянином, ибо ты был пришельцем земли его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Второзаконие 23.7.8 Удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благорестованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Уледели я ныне еще благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Когда же Бог, избравший меня от отрубы матери моей и призвавший благодатью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Галатом 1.6.10 Бог не имеет надобности в муже грешном. Сыраха 15.12 3. О прощении и прощении при старобрядцами за бывшие гонения на кавычках раскольников Это обращение в Синодор РПЦЗ, наилучшее из того, что было за 333 года в отношении справедливости, в отношении к истинно русским православным людям. И объяснение гонений от большевиков. В смысле возмездия за гонения, какое творили последователи Никона, патриарха над непокорившимися ненужной реформе, тщеславие. Абсолютно правильное понимание сути происходящего и бывшего от патриархина синодальных приверженцев. Это и по Писанию. Отцы наши грешили. Их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие. Их плачу Елемии 5.7. По тексту обращения курского духовенства к митрополиту Виталию, страница 3. Необходимо четко признать, что на русскую православную церковь обрушились столь тяжкие беды, виновны в частности православленные духом святыми ее святители, такие, к примеру, как Тихон Митрофан Воронежский, Дмитрий Ростовский и Иосаф Белгородский. То есть вот кто виноват в этом-то. Я им прямо говорю. Это ростовские об этом говорят. Курские. Поскольку они не только словом осуждали старобрядцев, но и прибегали к средствам церковно-дисциплинарным и государственно-административным в борьбе с расколом. Да что там. Все вообще святые, жившие после раскола, так или иначе виновны в том же, как не выступавшие гласно в защиту несправедливо гонимых православных исповедников. Они так говорят. Это их слова беру я. А сами новомученики и исповедники российские в таком случае, получается, страдали в известной мере заслуженно, расплачивались в крови за грехи церкви. Вот так. Это они писали об этом. Я подтверждаю, что именно так святые тоже люди. Так же и страсти были и предвзятости, как у Кирилла Александрийского, племянника патриарха Феофила Александрийского, гонителя Златоуста, не хотевшего вписать в дептихи Иоанна Златоустого. Так же весьма заблуждался святой Ефрем Сирин, писавший не от Духа Божия иногда, что церковь и не приняла. Лицемерие, угодничество, пастве, царюле, было свойственно и апостолом Галатом 2 глава, согрешил, будучи верующим. И патриарх Тихон, положивший начало признания советской власти и своей вины, это первый кирпичик фундамента Декларации Сергия Старгородского. У святых были большие, страшные ошибки, как у патриарха Павла IV, признавшего свое заблуждение, но затем сложившего сан и ушедшего на покой, оставившего престол святого Тараси. И оба церковь не причислены к лику святых, а заблуждение их, гнев и лин, ревность не по рассуждению, пристрастие к родственникам, как у детей отца Льва Лебедева, это все, яко не бывшее, как курева молодушия, балы и прочего святого Николая II. Чтим не грех угодника, а раскаившегося... Уголовника. Чтим не грех уголовника, а раскаившегося разбойника. Последние слова признания. И если святым дано видеть события в церкви в мире и в мире. И когда он снял мяту пятую печать, я увидел под жертвенником душу биенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые и сказаны, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братьев, которые будут убиты, как и они, дополнили число. Откровение 6 глава. То не скорбят ли они там за свой необузданный нрав, за лжесмирение, за трусость, за подданный соблазн общей исповеди, как святой Иоанн Кронштадтский. И думаю, что если бы они даже явились сегодня, как Христос в великом инквизиторе, братьев Карамазовых, Федора Михайловича Достоевского, то и их бы не приняли бы, ибо уже вжились в грех своей воле, царствовать без Христа. Он не нужен лишний. Я вижу сейчас златоусты, кто бы с ним остался, или с апостолом Павлом, пошли ли бы проповедовать, и не вцепились бы в кадилы его каписцы, и в требы, и в установленные богослужения, поставленные на первое место, во главу угла и всего. По совести, если, то ведь не приняли бы их ни Христа, ни апостола Павла с его максимализмом. Читаешь иногда в кавычках обозрение, и так и видится оборзение, и все листки унесет вихрь времени. Иногда на весь номер, ни слова из Библии, ни слова евангельского, а лютая самость, а начни стверять по Писанию, жизнь муньосов, григориев, совершенно новой религии, без Христа, без мира в сердце. Может быть, вот тому и попустил Бог родиться посланию Павлу Сербскому, что, когда читаешь о соборах, совещаниях, то всегда подчеркивают, что с ним присутствовала икона. Я как зарубежная церковь писал. Не Библия, а икона прославленная, но нет ничего сладостной имени Господнего, а их свыше пятисот в Библии. Но, поклоняясь перед святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше, всякого имени Твоего, словом 137.2. Славче всего Библия, славче меда и капель сота. И, конечно же, никуда отделяться не нужно пока, хотя бы года три. И никого из несогласных не запрещать, не отлучать, это ничего не даст. И обязательно всем, подписавшим письмо к Павлу Экуменисту, вынести положенную эпитемию, смотрите выше, в течение трех месяцев, или полгода, год. И как декларацию Сергия Старгородского отвернуть или предать анафеме. И главное, проповедовать чистое Евангелие, подполкование святых отцов, 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. И работать, 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 труды молитва, благовествуя во всем, и не во время, всем до единого, поставив по главу угла Библию и Христа, а иначе так и сгинем все. И что? Или так иначе так и сгниемся. Моль и ржа, плесень и воры, черви и жуки, на все вожделения, вожделенные нашим, и на неурядицах, и поношениях, сгорим и сатлеем. Если РПЦЗ настаивает на выходе Московской Патрахии и Всемирного Совета Церквей из экуминизма, и еще ждут от них смирения, то вот и настал момент своим иерархим, священникам, мирянам РПЦЗ, показать, доказать свое смирение, отвергнуть связь с Патрахом с Северским Павлом. Это, несомненно, легче и проще, чем выйти в Московской Патрахии из экуминического союза. Сегодня еще не поздно. То есть, вот когда я писал, еще было не поздно. Как они там рассматривали, не рассматривали. И еще небольшое размышление. Это из книги к истинному православию. Размышления о проекте и исповедании с учетом сегодняшних ересей и искажений в церковной практике. Первая апостольская церковь на первое место поставила принятие Христа воплотившегося. Духа Божия, Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста. 1 Яна 4.2.3. Но как напротив зла добро, а напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего, их по два, одну напротив другого. Серахов 33.14. Истинное православное исповедание веры во Святую Троицу закреплено в бессмертном веру и в единого Бога. Этот символ, вынужденная мера, заслон против возникших смертоносных ереси ариен истории Никео-Цареградский собор 325-381 года. Святые отцы не только точно и быстро реагировали на изменения обстановки в церкви, но и писали кредо в нескольких вариантах, расширяя или сокращая отдельные пункты вопроса. Прошло 1620 лет. Вот я писал в 2001 году. 15 лет назад. И в 4 раза больше времени, чем до формулировки символа веры от Рождества Христова. Возникли тысячи новых ересей, искажений. Мы ежедневно читаем веру, делаем удар по потерявшим злободневность ересям, в то время как православие свирепствует невиданное ранее отступление от Библии, от соборных канонов обверщения. То есть считает и считает, это уже никто об этом не спорит, это давно уже потеряла такую злободневность. Прошу принять к рассмотрению прилагаемый проект в кавычках добавление к веры, чтобы читать это сразу же за символом веры. Ну как это сделать? Символ не трогать, а к этому и написать дальше. Верую, что вся необходимая для спасения истина открыта людям в Библии, названной Священописанием и Словом Божием. Вот это прямо за символом веры и дальше это читать. По этой книге книг Бог будет судить всех, поэтому и жить нужно согласно написанному в ней. Иван Гелетана 20, 48 отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Понимать Библию нужно только в потолковании Святых Отцов Вселенской Церкви, 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. Вера наша от слышания Слова Божия, но не от пения, богослужения, треб, икон, мощей, храмов, потому что сердцем верят к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10, 10. Верую, что благоустановленный порядок в Церкви, в семье, в государстве никто не может нарушить и остаться безнаказанным. Такие слова надо бы внести после этого. Пророк, который видел сон, пусть рассказывать его как сон, а у которого войдет слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что обще в уме кинуть с чистым зерном? Говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню? Говорит Господь. И не подобно ли молоту разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые градут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят Он сказал. То есть на Бога сказал. Это я доказываю. Почему эти слова нужно сказать? Вот почему? Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народу в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакую пользу не приносят народу сему, говорит Господь. Иеремия 23 глава. Страх Божий, боясь навеки погибнуть, есть начало и конец мудрости. Вот это все включить как бы в символ веры, но не в символ, а рядом. Муж есть глава, жена доучится безмолвию, детей воспитывать во Христе в любви и строгости, наказываясь согласно Писанию. Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы неразбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 2.13. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священной действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, так и я забуду детей твоих. Осия 4.6. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы восставать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Это считать надо в церкви. Считать необходимо просто. Лахе 2 глава. Проповедь повсеместная. Поставленная. Поставленная. Постоянная сеть обязывает всех членов церкви. И нет ничего важнее спасения себя и ближнего. По Евангелию. Вот это написать прямо. Считать как символ веры рядом. Между тем рассеившиеся ходили и благоествовали слово. Деяние 8.4. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше что нужно считать? Как символ веры. Таинство требует только для верующих членов церкви. Богослужение должно быть только на понятном родном языке. И из посторонних никто не может пристать к церкви. Деяние 5.13. При возласте оглашенной из едите, некрещеным и отлученным за грех, обязательно выходить в притвор. Священники должны накладывать эпитемии за грех, согласно канонам семи вселенских, девяти поместных соборов и правил святых отцов. Торговля в храме категорически запрещена. Брать плату за таинство и требы преступления. Все должны платить десятину на содержание священства. Церковь не должна претендовать на симфонию с государством. И не должна подчиняться благопротивным законам государства. Священнослужители, оскорнившиеся сотрудничеством с гонителями церкви, объявляются безблагодатными и извергаются. Это все как символ веры нужно считать. Если... Ну дальше вот прочитайте что-то. Если... Ну зафиксируй, покажи. Прочитайте. Это на... Тут спотыкаться будешь. Вот так где-то. Откуда взято? Григорий Неокисарийский, 8-12 правила. С расколами и ересями никто не может бороться физическим преследованием, но только доказательствами по Библии, канонам. Экуминизм, все ересь, анафема. И верю, что за гробом нет покаяния, и что участь неуверующих во Христа при жизни мучение в аду, и неизменно от желаний живущих на земле. Где церкви нет спасения. Это считать, это предложение такое в Синод вынес, как символ веры, после символа веры. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Деяние 2, 47. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской, не чистоты и омытия, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1, 5, 31. 2, 31. В церкви есть собрание верных, где есть епископ, священник, дьякон по рукоположению непрерывно от апостолов, еретики, сектанты вне церкви. Вот это необходимо внести, я сделал предложение, не услышали, а пошло тем путем, о котором говорил. Мне только один полковник позвонил из КГБ и говорит, ну, Игнатий Тихонович, объединились теперь? Теперь не растопыренный пальцами католиков бить кулаком, ну, его женец же умер. Для этого нам нужно объединение было. А вот теперь зарубежная церковь свежие силы внесет эту патриархию гнилую, как-то оживит, да не оживит никогда. Один, если зараженный, на производстве где-то один, щихает. Он заразит всех, всех. Но если один болеет, и туда пришли 100 человек здоровых, они его своим здоровьем не могут сделать здоровым. Вот тут понятно. Это внешне от Бога такая сила может это сделать. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Благодарю.